Добрый день! В эфире программа «Прилизанный и кучерявый». Меня, на самом деле, обвинили в том, что я как-то не презентую гостя, с которым мы обсуждаем книги. Я как-то сказал один раз, а потом забыл, что люди-то разные, разные выпуски смотрят. Это Сергей Яролян, который вообще в жизни рулит большими глобальными процессами в интернет-рекламе. Собственно, мы сейчас и находимся во всей компании «Реалвеб», которой я отдал аж 8 лет своей жизни, самых прекрасных лет в моей жизни, что уж тут говорить. А помимо прочего Сергей занимается еще рядом, интересуется рядом вещами. Все, я поплыл. В общем, книжки он читает и очень хорошо у него получается их обсуждать. И сегодня у нас очередной выпуск, о чем мы сегодня будем говорить. Раз ты поплыл, и раз так жарко в Питере необычно, то я предлагаю поговорить о разных городах, таких как Петербург. Есть книга такая интересная, называется «История города будущего». Вот так она выглядит. В чем суть, что исследователь, журналист американский, который взял четыре города Шанхай, Бомбей, Петербург и Дубай. И говорит, у них у всех одна идея. Это город на запад, город будущего, окно в Европу, как мы в свое время про Петербург говорили. И закономерности очень похожи, и нам надо это изучать, потому что очень актуально в современности, когда появляется Дубай, а оказывается уже есть там три города, например, многомиллионных, которые проходили этот путь, и у них есть общности, есть какие-то различия, есть вестернизация, но при этом обратные волны национализации и так далее. Поэтому очень интересно будет поговорить. Я думаю, для твоей аудитории, которая увлекается историей, географией и так далее, будет прям совсем в топку. Но хочу начать с того, что это вообще издательство «Стрелка». Как мы понимаем, много книг, на самом деле, у них про урбанизм, «Спекулятивный мир» — это пример того, как и что в городах представлено, какие переустройства идут и так далее. «Язык городов» тоже из этой же серии. «Медийный город» — в разных годах все выпущено. Мы будем говорить про книгу 2013 года, я ее давно читал, поэтому, возможно, что-то из деталей будем выпускать. Но там фактологически очень много материала, поэтому, думаю, будет интересно. Вот парадоксы и стимулы развития города глазами экономистов. Поэтому «Стрелка» в целом очень много публикует и такого, как сказали бы сейчас, мейнстримового, хайпового и так далее. Тематика вообще урбанизма, городского планирования. Вот слово «урбанистика» очень такое. Людям ласкает слух слово «урбанистика». «Кафедра урбанистики» популярна для поступления для абитуриентов и так далее. Но суть в том, что фактически это окологосударственная история, и деньги государственные на это тратились. И фактически мы не знаем, там себестоимость, понятно, что это одна история, а сколько из бюджета ушло — это вторая. Ну хорошо, хоть что-то из этого реализуется, и есть что почитать. И в том числе переводы для русскоязычной аудитории — это круто, что в таком большом объеме интересна литература присутствует. Даже пусть это такие модные хайповые темы, не будем стоять от них в стороне, их тоже с тобой помусолим. Ты же был в Дубае. В Дубае я был дважды за последние пять лет, поэтому тут тоже, да, понятно, что из этих городов... Я в Шанхае не был, мы был в Гонконге, в Тайбэе, на Тайване и в Пекине, а тренды у них похожи, да, особенно Шэнчжэнь — городок рядом с Гонконгом, он один в один развивается по стопам Шанхая. Ну, Петербург — все понятно, Дубай — тоже понятно, а в Бомбее в Индии не был. Поэтому вот, в принципе... Я, к сожалению, не был вообще нигде, кроме Петербурга, в данном случае. В Пекине был, а до Шанхая не доехал. А Дубай — вот меня как-то все время... Вот никогда он меня не привлекал, хотя туда ломятся люди, но надо, может быть, наконец... Благо теперь Запад у нас недружественный. А Дубай и Стамбул — и дружественный. Да, Дубай и Стамбул — и дружественный. Стамбул уж мы и бывали, да. Ну, кстати, вот интересно, что автор, в том числе в разных интервью, его спрашивают, а почему эти города? Например, не тот же Стамбул или Каир, где тоже вестернизация была. И очень хороший комментарий, что вестернизация там оставляет слой или часть города. А эти все три города... Ну, Дубай сейчас четвертый будет, будем рассматривать три исторических. В Индии, в Китае и в России все-таки это страны большие. И наличие второго по размерам города сейчас, да, там где-то это первым... Точнее, в момент создания второй, сейчас где-то это первый, например. Бомбей, мне кажется, по численности сильно больше, Дели и Калькутты. Поэтому такая история, что вот такое появление второго города на запад направленного и создание всего уникального внутри чисто поликала запада, это не свойственно для Каира и для Стамбула. Для них это какой-то период, в котором они так прожили. Это какой-то отпечаток, слой истории. Отдельные взятые районы, если ты по Стамбулу там уже пройдешься, да, там очень четко разделена европейско-азиатская часть. Есть смешение культур и так далее по народностям, этническим там особенностям и вкраплениям. Но это есть и в Дубае, в Бомбее, в Шанхае. Очень подробно тоже на этом остановимся, поговорим, как люди перемешивались, как все приходили с Запада, но на самом деле абсолютно разные по культуре, да. Но особенность, да, почему эти города еще интересны, они все не столицы тоже, да. Тот же Каир, ну Стамбул тоже не столица, но Каир столица, да. И поэтому это уже как бы другое совершенно значение, другой вес дипломатический какой-то, а эти все-таки такие. Все они не просто место на карте, это прям реально идея города. Идея открыть, идея сделать качественный скачок, рывок, да, там вот прорубить, пригласить за рубежа, неважно, это архитекторы, те, кто моду, культуру, искусство ставят абсолютно из разных слоев. А он американец или англичан? Он американец. Интересно было бы про Филадельфию, чтобы он сказал, потому что Филадельфия тоже в этом плане крайне интересный город. Ну ладно, поехали. Я тебе могу скинуть интервью, где его расспрашивают про особенности американских городов, и насколько я понял, он более-менее похожий проводит между Сент-Луисом, по-моему, или каким-то вот из таких городов. Но я повторю, что я читал это очень давно, 13-й год, почти 10 лет, поэтому могу что-то так вот запамятовать. По поводу еще особенностей, да, похожих, вот, ну ты по Питеру, наверное, это хорошо знаешь, с учетом там французского твоего бэкграунда. Мода на французский с приходом вестернизации популярным становится как язык, который доминирует в науке, в культуре. Для Питера это был французский, для Индии, понятно, английский, а для Шанхая они настолько английский переделали, что у них появился термин даже, он называется пинджин инглиш, когда слова коверкаются. Короче, такой суржик китайский. Да, да, китайский суржик, абсолютно верно, да. И там, например, слово модерн, которое популярно было, да, оно маджен, мадженк становилось, или, например, типа культурный код, там, сходить на свидание, целоваться от слова, там, дорогой, дарлинг, дарлинг они начинали использовать. Ну и таких много историй всяких закрепляются, да. Но вообще прикольно, что просто помимо там того, что какой-то язык становится доминирующий, и на нем проще говорить, чем на нативном, на родном местном, который присутствует в этом городе, то есть концентрация людей разных, этносов и носителей языка такая большая, что лучше выбрать какой-то другой язык, не который на месте принят, чтобы им оперировали. Ну, например, не знаю, архитекторы в Петербург приезжают, они же не все учили русский, но при этом там на французском преобладающих большинство даже итальянцы разговаривали, тем самым получался язык коммуникации становился. Дубай сейчас то же самое. То есть на ломаном английском все объясняются, от официантов индусов до, не знаю, бизнесменов, приезжающих, например, из Китая, из России или откуда-нибудь еще, да. Еще одна общая черта – это, конечно, архитектура. Никакие изменения ландшафта не происходят без привлечения сторонних, типа модернистских, трендовых каких-то архитекторов. В каждом городе это, во-первых, должен кто-то быть такой, кто этим занимается, управляет, либо городоначальники, либо поставленные там управленцы, как в Ост-Индской империи компании, да, руководители города или губернии, да. В нашем случае это там, не знаю, кто Меншик, ну Петр начинал, но потом там Екатерина и так далее, но понятно, что это там на уровне Шувалова, Меншикова и так далее, они могли тоже инициировать такие истории. Вот, то есть назовем это так, богатые местные жители, которые уже за счет дивидендов от города приобретают, не важно, это государственные деньги или частные, они могут тоже привлекать уже какие-то архитектурные решения. И этот тренд продолжается. Дубай, например, чем сейчас современно интересен? Это погоня за рекордами. Ну, я не знаю, насколько это шутка или нет. Выше, выше и шире. Да, насколько шутка или нет, но, насколько я понимаю, филиал Книги рекордов Гиннесов, он открыт в Дубае, чтобы не ездить. То есть, ну, типа, постоянно самое высокое здание, на него, кстати, поднимался, вы сейчас на лифте когда поднимались, это 25 этаж, когда вниз спускаетесь, иногда закладывает. А представьте, на Бурдж-Халифу там за минуту доносят, и, соответственно, то же самое на Тайване, вот их главная башня, которая на Доширак похожа, мы вставки сделаем, покажем, то же самое, да, на высотках эта история. Есть с закладыванием ушей. И метро там самое, набывные острова. Ну, в общем, перечислять смысла нет. Это мы просто топчемся о том, о чем и так можно легко найти, посмотреть рекорды, предположим. Но суть в том, что, да, желание вот это гигантских, маниакальное желание в гигантских объемах показать, что вот-вот-вот мы и все, и у нас лучшие японцы, американцы, там, не знаю, европейцы все делают, создают и так далее, такой как бы звоночек. Но при этом это, возможно, такая инвестиция в рывок, потому что если мы посмотрим на Петербург современный, да, мы же во многом благодарны, что там три века назад, два с половиной, все это делалось, заливалось и так далее. У нас сейчас самая высокая башня в Европе есть. Да, вот, буквально из окна видно. Вот в книге, кстати, есть периоды, хронология очень хорошо разбита про разные временные этапы, мы вряд ли будем по хронологии, тем мы скорее просто выборочный фактор расскажем, чтобы заинтересовать, а зрители уже дальше сами смотрят. Но вот в книжке есть очень прикольный момент, когда говорится про будущее Петербурга, это 13-й год, там как раз показывается, что Газпром-сити планируется, и картинка Газпром-сити, макета пока, да, сегодня мы уже можем подойти к окну с вами и заснять, и показать уже, как действительно, и это к вопросу о том, что история города будущего, действительно создаются города, заливаются какие-то идейные истории, например, что там стремится быть во всем лучше, выше, сильнее, и это находит отображение в архитектуре, предположим, да. Вот. Интересно еще, ну, такой аспект, который все города задевает точно, о нем хочется поговорить, о том, что императоры, не знаю, руководители, главы государств, когда такое планируют, шейхи, будь то, да, тут случается такой парадокс. Спустя там сто лет после развития города культурный слой набирает такой объем идей, мыслей и так далее, что частично, наоборот, либо происходят революции, либо какие-то изменения, либо требования каких-то больших прав, как в случае с Шанхаем и Бомбеем, одна и та же история, да, против британцев, которые много чего делали и не лезли во многие дела внутри Китая, выросла китайская или индийская богатый слой культурно приобщенный к западным историям, которые начали требовать либо больше свободы, либо большего решения на себе, то есть вот этот некий гнет культурно-финансово-колониальный, да, ментальный даже, может быть, пытались его отмести, и это тренд по всем трем городам. Соответственно, по Дубаю, когда он встанет, как в чем проявится, да, как это будет в цифровых медиа, или это будет просто довольство на местах и так далее, явно тоже такой аспект может появиться. Это вот из такого интересного, ну, парадокс господства, то есть ты создаешь что-то культовое, чтобы укрепить свое влияние, как деятель государственного, а фактически ты под собственные же сваи начинаешь запускать свободные мысли, которые порождают еще больше вопросов. Но у нас это декабристы. Да, в чистом виде 100 лет назад, точнее, спустя 100 лет это декабристы, да. То есть декабристы не могли появиться в любом другом городе империи на тот момент, да, несмотря на то, что там, типа, более западные есть географические точки, потому что как раз же здесь витает идея у города, а не это место там проживания, просто наличие реки рядом там и так далее, да, или там зерновых посевов для проживания. Давай попробуем чуть побежаться по отдельным городам и какие-то связи делать. Например, история Шанхая. Кантон был, традиционно порт, который он сейчас, по-моему, Гуанчжоу, да, называется. Он был городом, куда были впущены иностранцы в Китае до первой опиумной войны, когда, соответственно, китайцы начали идти на унизительные уступки подряд, открыли сразу еще 4 или 5, по-моему, портовку, да, и вот Шанхай один из этих портов, куда вообще дословно его перевод над морем называется, город, да, и просто разбились концессии. То есть был французский район, американский район, британский район, и за стенами города находились китайцы. И это отличие от кантона Шанхая как раз, что там все было вперемешку, и понятно, что китайцы все равно по численности составляли основной костяк, а остальные присутствовали. Очень так можно сказать, что опиумная война ударила по Китае и до сих пор в Китае, и первую, и вторую опиумную войну воспринимают болезненно, считают, что и империя много уступок делала, а западные страны, хотя там Япония позже тоже подключилась и дивиденды получала, она не совсем западная для Китая, но если так глобально взять западные страны, они по очереди один за один лишали на этих территориях государства в виде империи, там, китайской, предположим, право на доминирование над населением, и, например, сначала разрешили всю экономическую деятельность, понятно, это один фактор, да. Потом потребовали, чтобы в голосовании в Совете не было китайцев, были только представители Америки, Франции, Британии. Потом налоги, да, определяли налоги, кому, какие, и в том числе на китайцев накладывали налоги. Потом они институт насилия, понятно, тоже полностью, то есть армия, войска, флот, которые держат мятежи. История Шанхая — это наличие мятежей определенных, да. История Бомбэя — это наличие определенных мятежей. И как себя колониальная власть жестче или мягче ведет, от этого зависит, на самом деле, как-то спустя 20-30 лет аукается, да. Если мы посмотрим тот же Китай, посмотри, какие плеяды сменилось. С одной стороны, там были лютые националисты Чен Кайши, которые потом сбежали на Тайвань, которые, кстати, были и в связке, и в Москву он приезжал, по-моему, и между Москвой и Вашингтоном они метались, если так геополитический выбор делать, да, при этом осели на Тайвань. Это такие националисты, при этом они их поддерживали, их нанимали, например, мочить коммунистов. То есть империалисты платят деньги китайским националистам, которые мочат коммунистов. Потом, наоборот, коммунисты поняли, что не в больших городах надо, а уже вернулись с Мао силами, и коммунизм зачистил, наоборот. И стало резко при коммунистах немодно знать тот же английский язык, который был до этого языком общения. То есть и все эти изменения, можно сказать, что на руку тем, кто управляет, если их не задевает это. Например, режим, а после коммунистов, считай, еще пришли у нас культурные революции с коммунистами 2.0, назовем это так, да, когда отмести все предыдущее и устаканиться в таком закрытом. Ну и после, только там, 76-го года, можно сказать, во всем Китае действующая политика партии, которая допускает открытие экономических свобод, контролируемых все равно партией, но при этом во главу угла ставится не отход от ценности коммунизма, ну, с улучшением экономических благ. То есть два таких столпа основных. И это все проживал, понятно, Шанхай, который был самый условно западный город, находясь на восточном побережье. Ну, я хочу сказать, что вот у меня в книге про пиар во время русско-японской войны есть чудесные карикатуры, где просто страны западные делят Китай как пирог. То есть там абсолютно открытым текстом показано, что никаких сантиментов, мы просто тупо делим зону влияния, а китайцы могут там где-то вообще в сторонке подождать. Да, это глобально, ментально говорю, травмы существенные. Я думаю, еще Индия с Китаем не раз поднимут голову на этот счет, да, и поддерживаемые там, не знаю, Индонезией, Филиппинами, Вьетнамами, многочисленными по численности. В целом азиатское такое раболепствование перед Западом будет уходить. И в конце об этом чуть-чуть не говорим. Не случайно сейчас уже все открыто говорят, что если раньше было два центра, это как бы СССР и США, то сейчас это США и Китай. Да. А что будет дальше и в каком количестве, это еще большой открытый вопрос. Например, та же Индия с миллиард четыреста, она обогнала уже по Китай. Но про экономику тоже вообще тут вопрос не стоит, если мы про сегодняшний день говорим. Шанхай самый крупный порт в мире, и он один, там по разу можно замерять, и контейнерами, да, есть тау, такое единица измерения, а есть просто миллионами тонн, вот в миллионах тонн вся Россия, все порты, отгружая друг другу на экспорт и так далее, столько же, сколько один Шанхай. При этом там, не знаю, могу соврать, но единственный европейский в десятке это Роттердам, который испокон веков был самым крупным портом, да, там со времен Гамбург, Роттердам, то есть вот это классическая европейская, которую мы очень воспринимаем. Поэтому это очень суровое показать, там второй может где-то Сингапур рядом еще конкурировать, но тоже с отставанием идет. Но в целом в десятке, там, не удивлюсь, если семь портов, давай, кстати, статистику выведем, покажем, да, но я думаю, что семь портов это китайские, и, соответственно, тот, у кого производство и мощности, тот очень много может управлять в мире в плане вот этих потоков. Шанхай же недавно вставал на карантин, и было столпотворение как раз космоса съемки, посмотреть, до полутора тысяч судов барахталось, и это краш-тест экономической глобальной системы, что, например, цепочки поставок рвутся, и как экономика на это реагирует по миру. То есть это вот этот классический эффект бабочки, что где-то в одном месте бабочка тряхнется, и что произойдет там в другом конце мира. Вот аналогичная история тут, да, то есть у нас встает один город из-за карантина, который играет важную роль в отгрузке товаров по миру, и что происходит тогда, и где рвутся эти цепочки. Из забавного, в Шанхае проживающие иностранцы называли себя шанхайландцы, а шанхайцы — это местные китайцы, поэтому вот это разделение, о котором ты говоришь, очень сильное. Из прикольных историй какие смешения происходили. Во-первых, после 14-го года, ну и после Первой мировой, и после революции нашей туда русские доехали, белые были, и причем там, не знаю, представитель, например, по-моему, руководитель питерской полиции там оказался, что-то вот из такого, если я не путаю. Японцы тоже приходили в начале века и укрепились, и причем очень быстро японцы многие бизнес-процессы построили даже эффективнее, чем американцы, британцы и французы, и в определенные моменты в Шанхае доля японцев была даже больше по численности населения, чем всех остальных. Китайцы не любят в целом за многие вещи благодарить японцев, но, например, японская армада, назовем ее так, или военный флот в свое время разбомбили там на месте, приструнили, назовем это так, британцев. И культурно это называется азиатская сфера взаимного процветания. Это произошло ровно тогда же, когда Пьер-Харбор бомбили, и в этот же период японцы спокойно вышли. И вообще японцы представляли, что Шанхай будет изюминкой такой, как бы жемчужиной их морского владычества. И при этом сейчас китайцы вряд ли скажут японцам спасибо, но фактически иностранцев из Шанхая выгоняли японцы, а не сами китайцы. Тоже такие интересные. По поводу того, кто доезжал, действительно русские, если говорить, в основном-то там работали на китайцы на всех видах грязных работ, или, например, когда надо возить, вот эти рикши классические. И из иностранцев только русские еще на эти работы соглашались. То есть бедные русские, бежавшие от революции, соглашались на такой вид работы. А больше никаких представительных стран не соглашались на такой вид работы. Причем это реально изнурительно, потому что пока ты молодой, ты нужен. Как только ты чуть там, не знаю, за 27 тебе стукнуло, ты все, там за 30 сил нету, ты перестаешь быть нужен. Забавно, что очень многие приезжали туда по разными совершенно способами и находили себе. Это как новый ландшафт, как фронтиер в Америке. Помнишь, когда движение идет постоянно, и новые территории, и ты там можешь жизнь начать с нового листа. И вот фронтирная история для многих начиналась, в книге есть история одного австро-венгра, фамилию не помню. Он воевал на стороне австро-венгрии с Россией, был, соответственно, в российском плену. Его этапировали вдоль китайской границы, он сбежал с поезда, пересек весь Китай, считай. Между Пекином и Шанхаем 1200 километров, еще между Шанхаем вниз до Гуанчжоу или до Гонконга тоже 1200, наверное. Поэтому расстояние достаточно большое, а до Пекина еще с границы надо. И человек оказался в Шанхае, там архитектором стал, то ли наемным, но потом уже наработал имя и стал полноценным архитектором. То есть, ну вот перипетии, как японцы оказались, как русские оказались, как астро-венгер там оказался. Забавная еще история евреев тоже. Евреи, понятно, везде, где есть новые деньги, возможно, что-то делать и экономические эффективность показывать. Евреи тут равных нет. Вопрос, как они мимикрируют и представляются разными. Это на примере Дубая, Бомбея видно, да, и на примере Шанхая видно. Сейчас расскажу, просто маленькое отступление про Дубай. Дубай недавно подписал года 2-3 назад с Израилем документ, когда Израиль признает, и, соответственно, тем самым евреи тоже будут понемногу в Дубай входить. До этого, конечно, был вот этот классический антагонизм с мусульманскими. Понятно, я думаю, что это идет разговор про то, что создать такой противовес люто-шиитскому Ирану с помощью мусульманских стран, таких как, не знаю, там Турция, Аравия, там Объединенные Арабские Эмираты и так далее и тому подобное. То есть Израиль в этом плане для своих интересов идет на какие-то уступки. Но говоря про евреев и интерес, как они делали бизнес, например, в семьи целые. Значит, например, пример я легко запоминаю, потому что в армянском истории есть Давид Сосунский, это легенда такая, и ему памятник есть в Ереване. А Давид Сосун – это вообще фамилия основателя еврейской ветви, которую бизнес делали и в Бомбее, и в Шанхае. Значит, они выходцы вообще из Багдада, но при этом в Шанхае их братья, например, внуки его или племянники, прикидывали, что они из Испании. Как называется-то, евреи? Сефарды. Испания дословно на иврите, да? Сефарды. Почему? Потому что чем ближе ты к белым, тем более ты ценен. Но внутри, например, Бомбея, они говорили, что они персы и выходцы из Персии. Почему? Парсы, точнее, да, парсики на армянском тоже говорят. Почему? Потому что основная власть помимо британцев была у парсов. Почему? Потому что парсы, ну это уникальный тоже момент, они не имели никаких вкусовых предпочтений в отличие от всех других. То есть у одних коров нельзя есть, другим свинину нельзя. Ну то есть там типа мусульмане, индусы, вот тебе сразу исключились. У евреев тоже достаточно много ограничений, подходов и так далее. И тем самым парсы, получается, для британцев, это из всех народностей, представленные в Бомбее и в Индии, те, на кого можно опереться. И при этом они тоже все равно деятельные, культурные и прочие, более-менее лояльные к британцам. Тоже были долго колонии. Соответственно, возникает интересный момент, что одни и те же евреи, делая бизнес, там могут прикидываться персами, а здесь прикидываться евреями-сефардами. При этом на их эффективность это, конечно, никак не сказывается. И интересная история, не помню просто, кто есть по ветке вот этого Давида Сасуна, с кем случался кейс, что сегрегация присутствовала. И ты как афроамериканцы не могут в Америке, не могли, да, там до 60-х годов куда-то заходить или что-то делать. Также это все присутствует в этих странах и в этих городах очень ярко. Например, пришел в какой-то кантри-клаб, который модный уже в Шанхае, а его не пускают, потому что он является непредставительным, он больше на парса похож, ну, на восточного, и его не пускают, если бы он чисто западный, типа, и он обиделся, и, соответственно, во-первых, он пошел в еврейский кантри-клаб, что тоже неудивительно, да, что есть, а во-вторых, создал, по-моему, гостиницу мега-крутую, куда с элементами представления разных, ну, инвестировал деньги с разных городов, номера люксовые, и сделал так, чтобы тусовки и популярность была, и устраивал маскарады, концерт тогда, и по чуть-чуть сменил вектор, ну, то есть вот это обиженное самолюбие, которое делает. Один в один история была у одного из богатого ткацких мануфактурщиков в Индии, который при западной деятельности расцвел, Тата, по-моему, фамилия, и индус расцвел настолько, что стал богатым, но его тоже куда-то не пустили. Ну, и он отгрохал Таджи Махаловский, этот, как его, отель тоже гостиницу отгрохал. И вот мы про архитектуру до этого говорили, что очень важно, какие сигналы из архитектуры. То есть сначала Шанхай и Бомбей один в один копируют то, что есть. Например, Биг Бен есть и там, и там, просто у одного это на территории универа, а универ является в Бомбее копией Оксфорда, да, и в стиле сделан, да, вот это готики такой средневеково-британской. Потом, например, начинаются американские тренды, да, начала 20 века, и издания появляются один в один такие же и в Шанхай, и в Бомбее. Но при этом уже когда вырастает богатый слой местных, то они запрашивают использование в элементах каких-то атрибутов, например, эти лукообразные купола, вот тадж-махаловские какие-нибудь, они начинают преобладать в архитектуре Бомбее. В Шанхае появляются какие-то истории с элементами азиатских проявлений, да, там, атрибутов. Даже сейчас, когда все в стекле и в бетоне, все равно уже идет больше учет традиций. Поэтому с архитектурой в этом плане интересно, эти два города очень похожи в плане ментального подхода к архитектуре. А Питер изначально другой, например, тот же нам здание 12 коллеги, где я учился, он сделан в стиле Петровского барокко. И это не прямое копирование, например, там, средневековой готики, да, то есть это не то, что заказали бы англичанина, который пришел и один в один сделал бы готики. То есть уже была примесь, то есть уже шло отстраивание от Запада, уже в момент заливки там идей в фундамент, да. То есть мы делаем на технологиях западных, мы делаем с помощью передовых людей Запада, но делаем с учетом там того, что мы там самость какую-то свою сохраняем. Дубай в этом плане тоже пока там однозначно не могу сказать. Мне кажется, он просто как бы инвестирует скорее вот в эти гигантизмы, улучшения, но типа сказать с учетом ли или нет. Хотя есть там большое зеркало, например, которое делит город на старинную часть и на действующую, но какие-то элементы сохраняются. Вот. Могу тебе пару интересных вопросов позадавать, чтобы ты понимал про тяжесть жизни. Например, ну там какой-нибудь можем взять, вот на 34-й год статистика в книге есть. Как ты думаешь средняя продолжительность жизни в Шанхае у человека? Ну мы про китайскую говорим. На 34-й год отчего? А, на 1934-й год. Слушай, ну я просто знаю статистику средней продолжительности жизни там в США, ну в крупных городах США, Англии и России. Я это изучал в контексте водопровода. И я знаю, что, например, в России показатели были, ну в 34-м году не скажу, но вот революции, они были катастрофичные, то есть там начиналось все вообще там с 36-ти лет, и потом оно росло-росло до какого-то момента. Я думаю, что у нас в 34-м году средняя продолжительность жизни, дай бог, была там лет 40-50. Ну вот в Шанхае 27 лет. Ты представь, какой вид деятельности и труд, да, то есть что очень молодыми все умирают. Ну там еще видишь, насколько я понимаю, очень сильно действительно зависит от развития инфраструктуры, прежде всего вот как бы канализационно-водной. Потому что вот вода очень сильно влияет. Ну вот давай про канализацию, если заделать, то тоже интересно, абсолютно разные подходы к вестернизации. Если имперский Китай боится проникновения инноваций, и долго было закрыто, много веков, да, хотя до этого их лодки до Персидского залива ходили и были крупнее. То есть в года, когда Колумб плавал, за пару веков до этого сильно большие корабли плавали до Персидского залива. Китай просто потом закрылся, ушел, как бы и развивался внутри или не развивался, да. Ну вот канализацию долго не пускали, и модель в Шанхае была канализация, что каждый выставляет на улицу ведро, и есть служба, которая проходит, забирает. Так как это денежная история, то долго и не реформировалось. И эти деньги условно китайцы зарабатывали не на отмодернизированной канализационной истории повестки вообще Шанхая. И долго это всех устраивало, потому что это вопрос бабла. И до начала века, то есть Шанхай в 20 век ходил без канализации. Аналогичная история с железными дорогами. То есть сначала разрешили там какие-то ветки строить внутри Шанхая, но только чтобы материковую часть глубоко не проходили. Это тоже интересно. И Индия в этом плане наоборот абсолютно другая. Телеграф, если я не ошибаюсь, в Калькутту и в Бомбей протянули чуть ли не раньше, чем в Америку. Потому что в Америку, когда клали несколько раз, то рвалось. То есть совершили первые созвоны. Там, по-моему, королева созванивалась с действующим президентом, телеграфировала действующему президенту США. И там был разрыв связи. Блинкин, по-моему, тогда было же, как его фамилия была. Там, в общем, такие какие-то переводы были. Но чтобы там не быть голословным, давайте так. Примерно в одно время телеграф дошел до Индии, когда и до Америки. На самом деле, я думаю, что раньше дошел. И прикол, что телеграф тоже проходил как по воде, так и через Россию есть путь. Если ты посмотришь, исторически можем даже показать. Симмонс был спонсором, ну не спонсором, а организатором телевышек. И на Украине, и на России, на действующей территории, и через Грузию, вниз туда, через Иран. Мы можем на это находить, и до сих пор хранятся металлические конструкции, симмонсовские, с подписью. Это целая история, как бы можно по одному виду истории, как прокладывались телеграфы, понимать, как инновация двигалась, насколько клево там отслеживать такие какие-то моменты. Да, Симмонс назывались тогда или Симмонс и Гальски, или Симмонс и Шукер. То есть Симмонс и Гальски, как раз я периодически об этом рассказываю, управлял в России до революции совершенно уникальный персонаж, Леонид Борисович Красин, который параллельно долгое время был одним из главных большевистских террористов. Я имею в виду террористов-управленцев, и при этом он был топ-менеджером Симмонса. Да, это правда, они занимались, так господи, завод у нас был, вот этот, нынешнюю электросилу, добро пожаловать. Вот ты добавил про Петербург, видишь, какие перекрещивающиеся моменты. Симмонс для Индии, Симмонс для России. Они выиграли, ну, грубо говоря, там сначала телефонию выиграла Белл, а потом, когда у Белла истек срок контракта, их перебили Симмонс, и они как раз были более прогрессивны, потому что они провода стали закапывать в землю. Если Белл, на старых фотографиях видно эти, стоят такие столбы, такие с большим количеством перечек, которые всех раздражали. Вот, вот Симмонс начал как раз прокладывать их. Прикольно тоже в книге было, когда газовые фонари начали появляться в Бомбее, как прям для местных это... Люди просто шли за фонарщиками, кто их устанавливал, просто млели от того, какой вид технологии. Вообще про теорию диффузии инноваций можем как-нибудь тоже отдельно потом поговорить, потому что это целая научная концепция, шведы ее разработали, лунская шведская школа. Интересно, как что-то появляется и распространяется. Есть точки Плеона, есть периферии, есть иерархия перескакивания. Ну, например, новация придет в Москву, как более значимый центр, потом в Петербург, а пропустит географический Тверь. И в Тверь придет потом, спустя время. Ну, вот такие особенности тоже есть. Из того, что ты сказал, тоже интересно, что многие вещи, как вот с Симмонсом, пересекающиеся, это на удивление, когда богатеет страна, ну, или там отдельный слой населения в этой стране, в данном случае вот горожане там Шанхая или Бомбея, то они начинают вкладывать в недвижимость, и недвижимость начинает расти в цене. И в том и в том городе случался кризис, то есть похожий кризис по недвижимости. В Шанхае тогда, когда китайцев массово, ну, внутри Китая были вот постоянно националисты против имперцев, или там имперцев уже нет, националисты против коммунистов. И каждый раз это рождало то волны приток китайцев в Шанхае, то отток. И в момент, когда случался отток, все, кто до этого вложились в недвижимость, начинали падать. А вкладывались в недвижимость те, кто до этого опиумом торговал, чаем, да, или в Бомбее это те, кто ткацкими фабриками владел, понимают, что это более сложный вид деятельности, и уходит в недвижимость более простой, понятно. Ну, там тоже самое, да, был момент, когда рухнула эта вся история. Потом из похожестей таких же, да, это Питер с Бомбеем, то есть 700-е годы начала. Петр массово переделывая, да, и аналогично Бомбей делали тоже, перекрывали часть лагуны, чтобы соединить отдельно острова, сделать кусок земли, то есть глобальные такие истории. А с Шанхаем Питерс похож тем, что и там, и там болотисто. И вообще на этих глиняных болотах шанхайских не понимали, как свои забивать, из Америки древесину очень много возили, чтобы технологически не верили, что можно такие конструкции современные вводить даже в начале 20 века еще. То есть вот пересечений очень много. У нас есть Петр Первый, а в Бомбее был такой, не знаю, граф по титулу или кто, но такой фрер, и он очень многие амбициозные проекты по переустройству делал. Потом на барону Османа Парижского очень есть похожий человек, который тоже город весь перекраивал, чтобы окраины втянуть в орбиту. На самом деле, когда ты втягиваешь в окраины, то город перемешивается, и там, например, газеты распространяются иначе, мысль начинает более свободно, и культурный слой, выращенный в университетах, начинает влияние иметь. Какой-то там роль Ганди, да, можно будет потом сказать, что благодаря этому он окреп, освоился. То есть Ганди сам был из Бомбея, тоже там какой-то промежуток времени провел. Потом город его условно не принял, и он все-таки в ЮАР оставался, а вернулся и через Бомбея опять начал вот это неконфликтное сопротивление Британии. Поэтому из интересного тоже, что жилища, картинки можно показать, беднейшие, беднейшие. То есть в Шанхае вообще первые люди, когда приезжают на какие-нибудь заводы, предположим, там табачный завод, в лодках люди жили. То есть в таких, на которых приехали, там и жили. Таких вот этих, ну не плоскодонных, но таких покажем. Да, да. И соответственно районы, которые жили, эти лилонги такие, которые закольцованные такие квартальчики. А Бомбеи наоборот, они называют чаулы, это бедные районы с 5-7 этажными постройками. И прикольные похожие описания есть у Памук, не помню как зовут его, что у него про Стамбул уже очень многие произведения. И вот у него очень про бедные районы Стамбула, которые застраивались, расширялся там в 60-е, в 50-е, в 40-е, в 70-е. Тоже очень подробное описание. Интересно посопоставлять, параллели поискать какие-то. Кстати, есть же прекрасный фильм с Джеки Чаном, там шанхайская история у нас переведена. Вот он там носится по этим трущобам, он показывает все свои возможности трюковые. По Шанхаю именно или нет? Мне кажется, что он как раз в Гонконге или нет? Нет, у него есть и в Гонконге, но вот я помню совершенно точно фильм. У меня они, естественно, все эти, я поскольку молодец смотрю, они мне все, знаете, как один большой фильм, где он все мочит и свои тупые китайские шутки отпускает. Но я совершенно точно помню, что был фильм Шанхайская история. И я как раз тогда не знал историю абсолютно. Я не понимал, что там делали, например, те же самые американцы, англичане, вот этого замеса. Я тогда не понимал, то есть я смотрел такие, думаю, это же вроде Китая, что-то вообще происходит. Ну вот из интересного цитата, например, что какой-то шотландец, который был в Бомбее, он говорил, что не человеческие жилища, а склад человеческого материала. Понимаешь, что есть настолько невыносимые условия нахождения, что вот так описывал. Поэтому есть такое. Соответственно, при этом понятно, что судьба одна и та же. Встает местная элита, начинает отодвигать и так далее. И циничный, назовем это так, западный взгляд, делился на несколько крылов обсуждений внутри Запада. Например, британцы. Была часть, которая говорила, ну хорошо, мы хоть какое-то время поуправляли и там типа понаживались. Была часть, которая говорила, блин, да что же мы там, типа, нужно равные права, нужно раньше допускать, пробовать управлять через там местную элиту и не лезть в их дела. Были кто, наоборот, за силовые методы решения. То есть в Бомбее были губернаторы в других районах, которые там расстреливали, и при возвращении в Британию еще жаловались, говорили, блин, пули закончились, еще больше расстреливали. Об этом только жалею, и он был герой. А другие, наоборот, искали, на кого опереться из культурных индусов, чтобы ставку делать, что мы чем дольше здесь протянем, тем и лучше. Так случилось во времена Чай-Канши, когда удалось договориться, что человек мочит коммунистов, при этом ему там дают 10 миллионов долларов, по-моему, или что-то такое, и они не лезут в дела, то есть just business, а все остальное, что у вас происходит, это ваши какие-то истории. Ну вот один из тоже таких цитат из книги, что нападению подвергались британское консульство, и это уже времена Хунвейбинов, да, и дипломаты вывели, избили, облили клеем и так далее. Но в Британии существовало мнение, это дословно цитата, 122 года без арендной платы, отличный результат. В несвоевременной манере имперского высокомерия шутили чиновники Министерства иностранных дел в Лондоне. То есть, понимаешь, это вот одна из точек зрения, которая, в принципе, имеет право быть. Но на нашем с тобой веку... Дестицинизма. Да. На нашем с тобой веку, понимаешь, сейчас происходит даже... Вот Гонконг, ты вспомни, это только 98-й год, мы еще видели эти картины передачи, но сейчас еще в Гонконге назначаемый губернатор уже будет, они выборные, уже есть точнее, и, скорее всего, там и Тайвань тоже в обозримом будущем вернется на круги своя. То есть, вот это изменение падения империи. Кстати, вот интересно про падение империи. Вообще, я традиционно связываю падение Британской империи с периода, когда в Америке война была, вот 1860-х, внутренне гражданская, британцы же поддерживали южан, а к России обращались северя. То есть, действующие США, которые выигрывали там войне, они обращались к России, а британцы с французами хотели русских втянуть на стороне юга. Россия в результате отказалась там и так, ослабленная после крымской истории. Но символично, что вот в современном мире не представить. Но британцы пошли потом договариваться с северскими, потому что они, по идее, потеряли уже свою власть. И это отправная точка, после которой они теряют власть уже в Китае, теряют власть в Индии, ослабевая их влияние. И по чуть-чуть вот такая идет стагнация империи, затухание империи на наших с тобой глазах. Там типа поднимающийся восток очень легко перехватывает эту инициативу. По поводу... Французские короли поддерживали демократическую Америку против Англии. Тоже приезжали там эти люди во Францию, к королям, к основе монархии. И если говорить про вот, когда что-то в каком-то мире происходит, например, в Западном мире идет война гражданская в Соединенных Штатах Америки. По условной Индии она очень хорошо бьет. В этот момент в Индии обогатились очень большое количество людей. Потому что хлопок временно перестал в Британию идти, запрос на хлопок большой, Индия начала эту нишу занимать. Много людей вложилось в это бабками, война закончилась в Америке, Америка опять начала поставлять в Британию хлопок и часть индусов обнищали. Вот как мыльные пузыри в недвижимости, так теперь вот тебе пример хлопковые пузыри. Я вчера прочитал новость, что Казахстан обгрузил какое-то нереальное количество угля, угля. Да, ничего не меняется. Это к вопросу, что мы когда цикл записи начинали с тобой, о том, что надо говорить о том, что актуально сейчас. Это основное кредо должно быть, и оно действительно актуально сейчас, вот эти происходящие процессы. Явно новые окна в мир будут появляться, и явно у них путь будет примерно одинаковый. Забавные клички были в разные периоды или наименования, да. В Шанхае считается, что больше всего проституток было. И, кстати, русские, которые приезжали, тоже неплохо там зарабатывали, потому что все-таки европейские виды. По разным статистическим данным, да, у тебя, по-моему, тоже есть, да, по поводу петербургской вот этой... У меня много чего по поводу этой темы. К тому, что Шанхай считается самым насыщенным по количеству проституток, борделей, и на разные года есть. Например, там год, когда 600 их, потом год, когда их 3000 борделей. И, ну, то есть, вот вид свободы, который... Кстати, еще чем был Шанхай, примечательно, что без паспорта и без виз. Те же евреи, гонимые уже во времена германской истории, тоже приезжали, потому что тебе ни паспорт, ничего не надо. И там были, конечно, рекомендации, когда японцы, как союзники немцев, получали рекомендации прессовать евреев. Но японцы не досконально все выполняли, то, что просили немцы, поэтому в этом плане могли там спастись. Вот. Ну вот, примерно такой общий расклад. Общая картина, понятно. Да, из шутливых историй можно, конечно же, рассказать, что вот империя, например, насколько империя управляется... Не империей управляется, точнее, какой-нибудь регион управляется символические моменты силы. Предположим, ипподром это классический... Вот в Гонконге долгий ипподром являлся топ налогоплательщик. И до сих пор, наверное, является. Потому что это вот изыски того имперского периода и приобщенные к ипподрому. В Шанхай тоже не пускали, ни китайцев, ничего. И для них это мечтание было оказаться на ипподроме и так далее. Поэтому вот история о том, что тебе что-то запрещено, и ты хочешь туда попасть, забавно, что... И как смена фокусов, кто главный и кто давляет. Например, как США ментально поменяли Британию в рамках вот этого лидера западного мира. На месте конюшни, где для британских военных содержались лошади, появился кинотеатр в 30-е годы. Один из модных кинотеатров Шанхая. Была целая сеть кинотеатров, где в основном Америка через культуру кинопродюсирования влияла уже на умы людей, в том числе на китайцев. То есть вот тебе смена даже локально в одном и том же месте, конюшня меняется на театр, Британия уступает место Соединенным Штатам. А сейчас, скорее всего, спустя время там китайцы сами что-нибудь построят и со временем отодвинут американское вот это такое там влияние. Символические такие аспекты. Ну, Питер мы показали, давай традиционно, наверное, заканчивать разбор пару мыслей, да, там, ну, цитатами обязательно из книжки и про автора. Но до этого я хочу сказать, что вот Дубай из этих четырех городов самый современный в плане, только в начале пути этого вот цикла подъема и цикла опускания. Но, по-моему, предыдущий султан, не султан, а как он называется, эмир, эмир, очень хорошую мысль рассказывал про, его спрашивали как-то, ну, про богатство и так далее. Он говорит, мой дедушка, например, ездил на верблюде, мой отец ездил на верблюде, я ездил, это очень популярная цитата его, я ездил уже на Мерседесе, мой сын на лендровере, мой внук, скорее всего, на лендровере, но мой правнук опять на верблюде будет. Это к вопросу, что тяжелые времена рождают сильных людей, сильные люди, ну, это перефраз, да, что при сильных появляется, там, не знаю, хорошее качество жизни, но хорошее качество рождает опять более такое, низкое качество управленцев, и это все по циклу повторяется. Поэтому то, что сами дубайцы это понимают и вкладывают, например, они долго без налоговую зону, сейчас 5% налога ввели, чтобы зарабатывать, или в туру индустрию вложились, по крайней мере, с позиции самолетов, закупили и Air Dubai, да, и второе, какая у них авиалиния, Emirates, да, они все такие мировые лидеры, так же, как и Катар, да, пробуют вот в этой нише, так же, как и Turkish Airlines, они пробуют какие-то доп. ниши занимать, потому что понимают, что это, ну, краткосрочно может быть подъем и всей страны, и этого города, сказочного которой, да, и, конечно же, интересно отдельно, наверное, понаблюдать, как все эти города остаются в тени своего какой-нибудь столичной функции. Абудаби, Москва, Дели, до этого Калькутта была столица, Пекин, да, и вот эти перетрубации, тоже интересно посмотреть. Так, давай сначала цитату из книжки, хочется про Махмад Ганди. Ганди вернулся в Бомбей, увидел кровопролитие, все, что происходит, но наставил на том, что надо против силы действовать мирным путем, и очень хорошо у автора об этом описано, что Ганди был потрясен кровопролитием, однако тактика пассивного провоцирования империалистов на насильственные действия, когда из-под элегантной личины британской цивилизаторской миссии проглядывается жестокость и кровожадность, вполне соответствовала его цели. Однако для Ганди империализм строился на жестком порабощении вне зависимости от риторического покрова. Автор, будучи представителем западной культуры, говорит о том, что у нас есть империализм, и он представляет собой, неважно какой покров, свобод, равенство и так далее, он все равно в себе несет это лишь покров. Там всегда есть оскал. Да, условно есть какой-то оскал. Такое ощущение, что я открыл журнал «Крокодил» за 1972 год. Но тут другое про выбор. То есть они обучили людей выбирать демократично еще как-то, и люди воспользовались этим выбором и отошли от западной какой-то модели. Да и до сих пор отходят. То есть если мы посмотрим Китай и Индия в достаточной степени по многим вопросам, хотя их стравливают друг с другом, и у них есть исторические претензии к друг другу, но при этом видишь этот. Отвлекусь еще на момент перед тем, как цитату еще об авторе скажем. В Китае, кстати, много про копипасты, да, мы часто говорим, что за счет копипастов страна вырвалась вперед. На уровне даже культуры есть копипасты, то есть у них есть собственный Гоголь, да, местный, это Ли Синь, и его Хо Ши Мин тоже вьетнамский очень читал, его 7 или 8 раз на Нобелевку номинировали ни разу. И у него есть произведение записки сумасшедшего, один в один. Суть просто, что если в России это про иерархичность традиционного уклада, то там про конфуцианство, насколько в нем иерархичность. То есть очень похожие в ветхе развития мыслей, да, и это находит даже там в литературе. По поводу цитаты относительно автора, в одном из интервью его репортер спрашивает и как бы говорит, я сам один из тех людей, которые немного пессимистично относятся к Западу. Когда я читал вашу книгу, то я задавался вопросом, когда же наступит день, когда люди начнут говорить о жителях Запада, подражающим жителям Востока. То есть до этого мы всегда говорили про ветер дуется с той стороны и потрясающе отвечая Дэниел Брук, которого мы сегодня рассматривали, он говорит очень просто, Gangnam Style набрал популярность на Западе, вот это в шутливой форме, но это пример того, что дуновение с Востока, оно сильное. Современные Netflix и фильмы, которые там производятся, корейские в первую очередь, вот тебе тоже пример того, что это дуновение действительно есть, да, поэтому вот, вот как бы... Когда же Российшку-то будут копипастить? Копипастили в какие-то моменты, например, наша балерина Анна Павловна посещала, уже из эмиграции, посещала Бомбей, там выступала, примой была, то есть, когда ты богатый, ты окно в цивильный мир, то ты из цивильного мира зовешь еще... А Олдест Хаксли выступал в Шанхае, читал лекции, посещал, то есть, ну вот такие как бы тебе залеты, например. Так, ну что, друзья мои, я в конце по традиции хочу сказать, здесь у вас появятся такие картинки, что я, конечно, не Дэниел Брук, стрелка меня не выпускала, но мне она и не нужна, я сам себя прекрасно упускаю, вот у меня есть упомянутая книжка про русско-японскую войну, очень интересно почитать как раз в контексте нашего рассказа, там есть огромное количество иллюстративного материала про историю медийных войн и все такое прочее, путеводитель по нескому нескольким тверцам. У тебя нет информации, что японцы классифицировали людей, британцев и американцев и заставляли во времена Пьер-Харбор в Шанхае носить буквы, например, американцы с буквой А ходили, британцы с буквой Б, там и так далее. Я там об этом не пишу, на самом деле, потому что там просто, ну, начало 20-го века, вот, там немножко другие идут терки. Ну и, собственно, мой остросоциальный роман Корень «Бри Боди Вельком» прекрасно, уже заканчивается первый тираж. Все, это можно посмотреть внизу, все ссылки, приходите на экскурсии, читайте книжки, что, увидимся с вами. Жду, когда ты выпустишь какую-нибудь книгу про Шанхай с надписью, это бывшее название ее в простонародье, шлюха Азии или Эльдорадо Востока, вот, что-нибудь нужно тебе с неймингом делать, чтобы книжки лучше расходились. У меня и так нормально расходятся. Для автора, который это выпускает без издательств, все, я вообще ни разу не жалуюсь. Все, ребятки, комментарии, вопросы туда, увидимся, пока. Всем спасибо, счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок